друзья смотрите я купила лисички значит в италии это называется галетто галетто вот я вам сейчас покажу вес здесь цена не пробита не проштампована поэтому я вам показываю только вес знаете сколько я заплатила 6 евро давайте сравним цены где где сколько стоит за белыми грибами белые грибы собирать мы ходили вкусно 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 но что так захотелось опять грибов в общем 6 евро давайте сравним цены друзья мои дорогие добрый день с вами кати я вас как всегда приветствую из нашего города из кинчана терми для тех кто первый раз попали на мои 1 2 3 каналы я хочу представиться я являюсь официальным экскурсоводом рима и ватикана я являюсь журналистом ну и как всегда под сюжетом в описаниях я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе и там же будет ссылка на мой телеграм-канал друзья значит мне многие мои подписчики задали вопрос по поводу групп туристических групп которые мы смогли сформировать можно ли присоединиться смотрите какая деталь группы вот эти первые до туристическую фирму мы смогли организовать с моей стороны это в режиме онлайн мы работаем с белорусами работаем с брестом друзья значит первая группа у нас была 14 ноября мы уже смогли набрать и укомплектовать группу в январе и даже в январе слава тебе господи работа идет можно ли присоединиться я думаю что да с весны но у нас выезд выезд получается через беларусь то есть если вы проживаете в россию я потом все скину контакты при наличии уже готовых виз я так думаю что в общем мы будем работать на эту тему по этому направлению поэтому я думаю что что то мы сможем конечно же организовать поэтому уже следующем году январь февраль на все вот эти вопросы я буду регулярно отвечать так что у нас имеется еще две группы как я вам сказала в январе и просите в декабре и в январе теперь следующий момент вот та тема которую я хотела бы посвятить сегодняшний сюжет мне мои подписчики задают вопрос вот что у нас связи вот с этими самыми ложечками за маму за папу и за дедушку вы меня бога ради извините что я продолжаю пользоваться той же самой терминологии но дело в том что данная самая-самая-самая-самая показываем вот так демократическая платформа в мире она свои алгоритмы не отменила поэтому вспоминаем ту самую терминологию которой мы пользовались с вами еще два года тому назад значит принудиловки нет принудиловки такое нет но у нас имеются люди так скажем покемоны это те которые вот объелись вот этих вот самых ложечек за маму за папу и за дедушку которые входят в азл и ходят они по своей собственной инициативе мне рассказал рассказала знакомая наша соседка и сегодня утром мне подтвердил мой муж что там действительно стоят очереди он приходил совершенно по другим вопросам соседка подружка приходила по другим вопросам он сказал что очень много это те которые на мой взгляд которым кукуху снесло еще вот два года тому назад они убеждены во-первых у нас начиная вот то есть у них сезон у покемонов новый покемонный сезон он у нас уже начался да муж мой сказал что с октября месяца он начался я этот момент упустила по моему упустила хотя все может быть может быть и в каких-то сюжетах но уже старых сюжетах я об этом рассказывала значит сейчас никто никого никуда не тащит но есть те которые вот убеждены по какой причине это я выскажу тут свое предположение что начиная с октября когда у нас погода начала меняться а у нас происходит таким образом что утром и вечером очень прохладно и о днем жарко ну и конечно кто-то начинает ничего не поделаешь но это не вчера появилось и не в прошлом году и не два года тому назад это так было всегда и многие вот у кого в общем то мозги промыто полностью они с низкого старта туда бегут стоят все такие зеленые в общем очередь действительно была тут ничего не поделаешь теперь следующий вопрос который мы то есть сейчас у нас это идет еще раз подчеркиваю на всякий случай никто никого не тащит но все те которые идут они идут по собственному желанию и процент кстати я думала что он будет меньше ничего подобного процент достаточно приличный значит следующий момент мы сегодня утром в формате моего телеграм-канала обсуждали вот какой вопрос мне написала одна женщина из Пимонте севера Италии что ее знакомые с Украины они приехали с детьми сюда ну в связи с событиями и значит вот эти вот календарные которые были не в связи а с другими другими моментами значит у ребенка у детей были они и это не принимается то есть они тащат на дополнительные на дополнительные ложечки там уже за дедушку и за прадедушку и так далее но это не с этим связано есть ли у нас такое аналогичное какой я могу дать совет первое что я хочу сказать сразу друзья к большому сожалению здесь у меня никаких советов нет единственное что я хочу напомнить что у нас 25 ноября я еду в Рим у нас конференция будет патронажем Милуци профессора Милуци те кто смотрит меня не первый день вы его помните прекрасно там же будут юристы там будут адвокаты и так далее поэтому эти вопросы вы задавайте мне эти вопросы в формате телеграм я их буду выписывать эти вопросы я буду задавать там юристам профессионалам адвокатам что они смогут посоветовать по этому поводу я приведу наш собственный пример нашего города вот буквально две недели тому назад в нашем копе где я вот эти лисички сегодня купила я встретила одну женщину она тоже с Украины и она мне рассказала вот как обычно смотрит мой канал что ее детей здесь вот в формате того центра социального где она сейчас проживает приезжали туда люди из АЗЛ и они сказали что все вот эти вот ложечки календарные которые были им сделаны на Украине все эти ложечки это не ложечки и чтобы переделывали абсолютно все потому что в противном случае будет проблема со школой вот что ей делать как ей быть и опять же хочу сказать что я сказала честно что я ничем помочь не могу у меня нет никаких советов она говорит ну вообще каким-то образом законы они функционируют я вообще восхищаюсь людьми которые думают до сих пор что законы они хотя бы где-то существуют я восхищаюсь этими людьми и где-то даже их наверное непосредственностью и их наивностью по-моему нет потому что данный момент я хочу сказать это чистый бизнес Хорьков сто процентный бизнес значит как это было раньше мои знакомые которые работали в посольствах я имею ввиду , то есть лет 5 тому назад мои знакомые которые работали в посольствах посольство России и посольство Белоруссии мне рассказывали что они отправляли свою ребятню в садики в местные в садики то есть в итальянские садики или даже в школы для того чтобы дети и просто изучали итальянский язык. И там точно так же задавали вопрос по поводу ложечек календарных. Они переносили сертификаты соответствующие, и там вписывали ложечка странера, то есть иностранная ложечка, все. И это было абсолютно ликвидным, и никто никаких вопросов не задавал. Есть ложечка и есть ложечка, все. То есть приносили из посольства вот эти самые сертификаты, или заранее ими запасались, привозили, допустим, там из Минска, из Москвы и так далее. Никаких дискуссий по этому поводу нет. Сейчас вдруг неожиданно все вот так вот поменялось, с научной точки зрения, конечно, как вы понимаете. Теперь они говорят, что эти ложечки не ликвидны, значит, идите обжирайтесь наших. Я еще раз говорю, что цена вопроса – это не... Цена вопроса – это совершенно другая вещь. Все то, что положено ребятне по календарям. По календарю. Вот так вот мы и изъясняемся. Нет, вот по крайней мере, я говорю про наш регион, вот такая вот вещь произошла. Просто мне кажется, что они настругали этих ложечек, большое количество, и они их вот всем подряд впаривают. Конечно, эскулапы, у меня просто вот нет слов, я даже вроде не страдаю дизлексией, но я не могу закончить даже предложение по этому поводу. Это жесть. Я по-другому не могу интерпретировать. То есть вот самое главное – вот эта методичка, по которой они идут ни вправо, ни влево. Им сказали, какие будут там дальше последствия, это никого не волнует. Не страшно даже об этом подумать, какие могут быть последствия. Все, друзья, поэтому я ставлю многоточие. Я еще раз хочу сказать, 25 ноября у нас время будет проходить конференция. В своем предыдущем видео, предыдущих видео, я про эту конференцию рассказывала. В этом формате телеграмма пишите, пожалуйста, вопросы. Естественно, я эти вопросы привезу, потому что не с пустыми руками я должна буду туда ехать. Друзья, большое спасибо, что смотрите. Я вас очень люблю, и мы с вами увидимся завтра. Даня, куда вы лезете? Ну, куда вы лезете? Вы тоже хотите есть пюре с галенте по-русски. Лисички с лисичками. Здесь только на троих. Значит, мама пюре больше приготовит, чтобы Дане тоже хватило. Ну, давайте, Даня, готовьтесь тогда. Противный какой вы кот. Вы посмотрели, какой вы крупный. Какой вы крупный. Вы видели, какой вы крупный? Даня, ну, что вы возле плиты постоянно ходите? О, полотенок. Даня, Даня, пусть на вас все посмотрят, какой вы крупный. Даня, какой вы крупный кот. И все время возле плиты пасетесь. Ну-ка, да. Какой вы крупный. Да.